Игровой сегмент ноутбуков зачастую у многих ассоциируется с чем-то премиальным и слишком дорогим. Но что оправдывается достаточной производительностью, дабы запускать все современные игры практически в портативе, то есть не привязываясь к какому-то месту, что недалеко от истины, но на самом деле не до конца. Ведь у Asus даже среди игровых ноутбуков есть бюджетная линейка гораздо дешевле тех самых премиальных моделей под неймингом TAF. А вот за счёт чего цена получается ниже и как эта экономия сказывается на качестве конечного продукта, сегодня и попытаемся разобраться в обзоре Asus TAV Gaming F15. Вы на канале будь в теме, так что не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей технологического мира, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Сначала давайте рассмотрим три варианта, где этот ноутбук можно купить. Как по цене производителя, но дешевле всего, бэушный ещё дешевле, но так, чтобы вас не обманули, и третий даже меньше, чем за 2000 рублей. Во-первых, думаю, ни для кого не открою тайну, что есть такие сайты, где можно сравнивать цены. В России это Яндекс.Маркет, в Украине, Казахстане и других странах это и каталоги Hotline, где просто вводим название товара и жмём сортировать по цене, после чего выбираем подходящий вариант, где можно ещё и отзывы почитать. С бэу-товарами чуть сложнее, так как можно нарваться на мошенника или получить поломанный товар. Поэтому никогда заранее не отправляйте деньги предоплатой, лучше воспользоваться наложенным платежом или безопасной покупкой через сайт с объявлениями. В России это Авито или Юла, в Украине, Польше и других странах это OLX. Плюс обращайте внимание на рейтинг продавца и на то, когда зарегистрирован аккаунт, чем старше, тем надёжнее. Ну а третий вариант это сайт Fivebox Store, где есть разные коробки, например с ноутбуками, включая сегодняшний ASUS TUF Gaming F15, который в том числе можно получить за пару тысяч рублей. Хотя может выпасть и другой товар, тут всё зависит от вашей удачи. Например, я периодически открываю здесь коробки, просто выделяя небольшой бюджет, и мне действительно выпала парочка ноутбуков, один из которых я буквально пару часов назад забрал на почте. Но повторюсь, здесь всё зависит от везения. Перед тем, как выпал ноутбук, мне попадались и мышки, и наушники, при том как дешевле, так и дороже. В общем, как звёзды сойдутся, так что как вариант имеет место быть. Ну а какой метод выбрать, решать только вам, я лишь делюсь своим опытом. Итак, в любом ноутбуке, вне зависимости от цены, важную роль играет качество изготовления и его надёжность. Ведь многие согласятся, покупая какую-то вещь, ты думаешь о том, как ей пользоваться, а не бегать по сервисным центрам. И в этом плане Asus не идёт ни на какие компромиссы даже в дешёвой линейке игровых ноутбуков. Да, TAV Gaming F15 сделан из пластика, по сравнению с более дорогими представителями игровой линейки, сделанными из алюминиевого сплава. О них мы уже рассказывали в отдельных видео на канале, можете посмотреть, если интересно. Но даже так, ноутбук кажется достаточно прочным, чтобы при желании бросить его в портфель и таскать с собой куда угодно. Он не скрипит, не люфтит, кроме того, крышка имеет алюминиевую отделку, которая улучшает общее впечатление. То есть инженеры не пытались сделать низшевый продукт по максимуму, сэкономив просто на всём, а сделали это адекватно, где такая экономия скажется на цене, но не на качестве ноутбука. Плюс внешне это, конечно, чисто вкусовщина, но дизайнеры тоже постарались сделать внешку узнаваемой. И хотя, опять же, если сравнивать с более дорогими моделями от Asus, здесь не хватает некоторых деталей, обозначающих, что это именно игровой ноутбук. Ну там светодиодной подсветки нет, проходящий через корпус, или светящегося логотипа с прочими изысками. Зато по краям крышки есть декоративные болты, добавляющие брутальности, а в центре виднеется логотип этой модели. Плюс сама крышка выполнена в необычной форме. Сверху добавили выступ, в котором расположилась камера на 720p и пара микрофонов, за которой удобно открывать ноутбук, а снизу существует ответное углубление, за счёт чего даже в закрытом состоянии можно видеть индикацию ноутбука, выполненную в формате четырёхлистного клевера, что тоже как бы мелочь, но смотрится необычно и выделяет ноутбук. Кстати, раз уж затронули крышку, то на ней и продолжим, а вернее экране, который в ней располагается. На выбор Asus предлагает три вида дисплея. Два Full HD, отличающихся между собой качеством и герцовкой, и один Quad HD. Первый ставится в самые дешёвые модели, с Full HD разрешением, 144 Гц и охватом sRGB в 65%, что для игрового ноутбука, конечно, не критично, но в некоторых местах цвета будут отображаться некорректно. И стоит ли такая экономия того, учитывая, что чутка подороже, продаётся также Full HD версия, но на 300 Гц и охватом sRGB около 100%, то есть уже подходит даже под любительский монтаж, цветокоррекцию и подобное, а про качество фильмов на таком экране, думаю, и говорить не стоит. Но в современном мире самый идеальный вариант, это вариант с Quad HD в 165 Гц и цветовым охватом около 100% DCI-P3, так как и здешнее железо может вытянуть игру в таком разрешении, и цветовой охват позволяет не только использовать этот ноутбук для игр, но ещё и для работы. В остальном, все дисплеи обладают неплохими углами обзора, однако не идеальными не стоит забывать, что это бюджетная модель. Ровно так же, как и про ручное переключение частоты обновления экрана, в зависимости от режима использования, что может продлить время автономной работы. У нас на обзоре версия с Quad HD монитором с батареей на 90 Вт-часов, хотя есть версия и на 56, которая в нашем случае продержалась в тесте батареи при 165 Гц 6 часов 35 минут. Если же понизить частоту кадров до 60, время автономной работы увеличивается на час до 7 часов 34 минут. Что, кстати, всего на час меньше более премиальной модели Zephyrus G15 с результатом 8 часов 48 минут, обзор на неё, если что, есть на канале. Однако в играх, что вполне ожидаемо, результат не самый выдающийся, всего чуть больше часа. Но в целом, в реальных условиях использования, игровой ноутбук с повседневной работой справляется отлично, без опасения быстрой разрядки аккумулятора. Однако, если такое и допустить, подзарядиться где-нибудь в кафе или вне дома без комплектного блока питания на 240 Вт, обеспечивающего зарядку до 100% за полтора часа, увы, невозможно. Даже учитывая наличие двух USB Type-C, заряжаться через них он не может. Находятся они на левой грани ноутбука, там же, где и гнездо зарядки, вместе с LAN-портом RJ45, HDMI-разъёмом и обычным USB 3.1, вместе со спаренным разъёмом под наушники и микрофон, что является вполне достаточным набором всего необходимого, кроме картридера, которого здесь нет в принципе, как с одной стороны, так и с другой, где расположился ещё один USB-A. Что, с одной стороны, неудобно для тех, кто берёт ноутбук для работы, но небольшая потеря для тех, кому нужны только игры или хватает обычной USB-флешки. Сверху же корпуса расположилась полноразмерная клавиатура, то есть с блоком цифер, чего лично я давно не видел в игровых ноутбуках, что ещё раз указывает на универсальное применение ASUS TUF Gaming F15, как для работы, так и для игр. Сама клавиатура приятная на ощупь, нажатия информативные, возможно из-за того, что я пересел с похожего ноутбука, но в целом ASUS никогда не жлобились на качество клавиатуры. Ведь если в игровых моделях зачастую используют вместо трекпада мышку, на чём можно сэкономить, то клавиатура даже во время игр незаменима. Так что здесь это даже решили подчеркнуть, выделив игровые клавиши прозрачным пластиком, что с подсветкой добавляет ещё больше FPS в играх. Если что, это, конечно, шутка. Но в целом клавиатура неплохая, и даже не взирая на пластиковый корпус, не прогибается при печати и обычном использовании. То есть, конечно, понятно, если захотеть можно и алюминиевый корпус прогнуть, но при обычном наборе текста и в потных игровых катках, клавиатура отработала отлично. Кстати, о трекпаде. В новой модели 22-го года его увеличили на 25% и убрали физические кнопки, заменив одной под трекпадом. Но сам он пластиковый и весьма шумный при нажатии, благо нормально считывает касание, что работает как с жестами Windows, так и позволяет отказаться от физического нажатия, дважды тапая по трекпаду для запуска приложения или двумя пальцами вызывая контекстное меню, что заменяет нажатие правой кнопки мыши. В общем, звёзд с неба не хватает, но в портативе пользоваться им вполне реально. Что ещё изменили в сравнении с моделями прошлых годов, так это в верхней части клавиатуры добавили специальные клавиши для регулировки громкости, отключения микрофона и открытия приложения Asus Armour Create, которые ранее были доступны только в версии Republic of Gamers, сокращённо ROG. Также справа вверху над клавиатурой располагается кнопка включения, тоже в общей стилизации от Asus, а снизу возле клавиши Windows функциональная клавиша FN, в сочетании с которой можно менять монотонную подсветку клавиатуры, переключаться между режимами работы и так далее. Ну а в остальном дизайн ничем особо не выделяется, всё сделано по максимуму функционально и удобно, что большинству должно прийтись по вкусу. Сзади корпуса расположились жабры радиатора, которые охлаждают железо как от Intel, так и от AMD, в зависимости от ваших предпочтений. Последний, правда, живёт немного дольше от заряда аккумулятора, но это и так все знают. Притом, так как это бюджетный ноутбук, относительно своего сегмента, и вариантов комплектаций огромное множество, так сказать, под каждый бюджет. У нас на обзоре версия с Intel Core i7-12700H, означающая, что процессор, хотя и мобильный, но высокопроизводительный, способный обрабатывать до 20 потоков одновременно. Видеокарты NVIDIA RTX 3060 до 145 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD накопителя, который, если верить кристалл-диску, весьма шустрый, более 3 ГБ в секунду на чтении и на запись 1294 МБ. Остальные же тесты были по железу. И в Sinebench в одноядерном режиме ноутбук набрал 1787 очков, в многоядерном 16905. В Geekbench в одноядерном режиме результаты схожи. 1792 балла, в то время как в многоядерном результат 9551 балл. Видеокарта тестировалась в 3D-марке в двух режимах, турбо и перформанс. В первом ноутбук набрал 8406 баллов и 8063 соответственно в перформанс. Притом в обоих вариантах стабильность составила 99%, что очень достойный вариант как для такого небольшого корпуса. Температура при этом держалась на уровне 75-80 градусов, что при критических 100 градусах весьма неплохой результат. Но это достигается за счёт шумной системы охлаждения, к которой в новой модели добавили дополнительную тепловую трубку и три режима работы. Два из которых я уже назвал, ну а третий это тихий, при котором уменьшается шум вентиляторов, но как следствие повышается температура, что влияет на общую производительность. Кстати, с этими ноутбуками есть небольшой лайфхак. Их желательно приподнимать над столом на пару сантиметров, чтобы увеличить поток воздуха, что понижает температуру градусов этак на 10, так как комплектные ножки с этим справляются не очень. Но переходим уже к играм в игровом-то ноутбуке. Первой на очереди, как всегда, идёт Киберпанк, который с Full HD разрешением и ультра настройками выдаёт порядка 60 кадров, что очень достойный результат. Температуры при этом в допустимых нормах до 80 градусов, при этом ни процессор, ни видеокарта не нагружены в упор постоянно. А вот если накинуть ещё и трассировки с автоматической DLSS, видеокарта практически всегда нагружена под 98-99%, но при этом температуры также в нормальных значениях. Следующая игра Red Dead Redemption. На ультрах с 2К разрешением выдаёт порядка 40 кадров. Если понизить разрешение до Full HD, FPS увеличивается практически вдвое, при том, что интересно, температура держится на одинаковых значениях. В более старой игре от этих же разработчиков, но всё ещё актуальной GTA V, FPS достигает 100 кадров при Full HD и падает до 80 при 2К разрешении. Ну и мой любимый Apex Legends, который при высоких и разрешении 1440p держит стабильные 100 кадров. Если понизить разрешение, фреймрейт достигает 150 FPS, что очень круто, особенно учитывая, что для такой диагонали Full HD разрешения предостаточно. Ну а если брать другие мультиплеерные шутеры, Fortnite на предельных настройках идёт в стабильные 90-100 кадров, Valorant порядка 250, а CSGO вообще улетает за 300. Шутка про трактористов подарок. Так что да, этого зверя хватит для всех современных игр и ещё останется на несколько лет вперёд. При том, что радует, он не перегревается. Конечно, шумит, но от такой температуры, которую показывает ноутбук, в нём ничего активно деградировать не должно. Так что по итогу у Asus действительно получилось сэкономить на некоторых деталях не в ущерб производительности и представить неплохой игровой ноутбук с запасом мощности на будущее. Особенно учитывая карточку RTX, дающая возможность прикоснуться к новомодной трассировке лучей и при том не за заоблачную цену. А ведь можно найти и подешевле, если взять прошлогодние модели, например, с i5 на борту и такой же RTX 3060 за 1100 или даже 1000 долларов. Конечно, при этом приходится мириться с шумными вентиляторами, пластиковым корпусом, меньшей автономной работой, нежели на процессор ХМД, но всё ещё достаточно мощным железом для запуска всех современных игр и выбором, который предлагает Asus. Так сказать, идеальное соотношение цены и качества. А на этом сегодня всё. Спасибо за то, что досмотрели до конца, пишите, как вам ноутбук, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. И до встречи в следующих видео. Пока!